И сколько бы ни прошло лет, мы будем помнить бесценный подвиг наших дедов и прадедов. Когда началась война, Юлии Павловне было 10 лет. Осенью 41-го года к их школе привозили дрова, которые четвероклассникам приходилось пилить. В 42-м детей привлекали к работе в колхозе и помощи госпиталю. История саровчанки Юлии Павловны стала частью фотовыставки «Победа в лицах. Трудовой подвиг народа». Каждый портрет на стенде – история ребёнка, который в годы войны непосильным трудом приближал победу далеко от линии фронта. На заводах, в колхозах, в блокадном Ленинграде. Воспоминаниями о тех временах ветераны делятся с подрастающим поколением. Ребята с огромным вниманием, с интересом слушают, вопросы задают. И сколько мне лет было, хотя вначале скажу, что мне было уже 10 лет, когда началась война. И я всё прекрасно помню до сих пор. И всё равно дети всегда и после какие-то подделки свои дарят. И иногда стихи читают. Проект «Победа в лицах. Трудовой подвиг народа» появился, когда в 2020 году указом президента России Нижнему Новгороду присвоили почётное звание «Город трудовой доблести». Его цель – показать детям, молодёжи и всем землякам, кому именно столица региона обязана таким почётным званием. Особенность этой выставки, посмотрите на лица наших ветеранов, руки. Именно они символизируют подвиг, трудовой подвиг, который был всем нашим народом, всем нашим советским поколениям показан и явен миру. Мы очень хотим, чтобы о подвигах саровчан узнали наши коллеги не только в Нижегородской области, но и в других городах трудовой доблести. К сбору информации о тружениках тыла и ветеранах труда привлекали школьников и молодёжь. На торжественные открытия в хуле администрации пришли и юные саровчане. Истории подвига наших земляков тронули многих до глубины души. Им выпала возможность не только познакомиться с проектом, но и поговорить со свидетелями тех лет, сказать им спасибо. Вам, наши уважаемые ветераны, труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны и труда, огромное искреннее спасибо за то, что вы делали. Мы про вас помним каждый день и от себя, от всех нас огромное вам спасибо. Выставка проводилась в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове. Проект будет развиваться и дальше. Портреты тружеников тыла и их истории увидят и услышат в других городах и районах Нижегородской области. Увидеть выставку в холле администрации саровчане смогут до 9 декабря, без возрастных ограничений.